Всем привет! В декабре 2016 года московский байкер Алексей Соколов получил реальный срок в 4 месяца тюрьмы за продажу брелока со встроенной камерой. Когда-то он купил его на Алиэкспресс, чтобы использовать в качестве видеорегистратора на мотоцикле. Неприятная ситуация, правда? Сегодня я вам покажу список товаров, которые лучше не заказывать, даже с очень большой скидкой, чтобы случайно не оказаться фигурантом уголовного или административного дела. Кстати, в конце ролика будет конкурс на 500 рублей для подписчиков моего канала. Хочешь выиграть денежку? Тогда подпишись и смотри видео до конца. Абибас и Версаси. На вещи с надписями типа Абибас, Пупа, Версаси и на прочие явные поделки известных брендов лучше даже не смотреть. Согласно Всемирной почтовой конвенции, пересылка контрафакта строго запрещена. Если на таможне обнаружат, что ваша вещь имеет с оригинальной сходства до степени смешения, ее скорее всего просто отправят обратно. Но могут и возбудить административные дела по статье 16.3 КОА. Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в РФ. И тогда вам придется заплатить от 1000 до 2500 рублей штрафа. Формально ваши действия также попадают и под статью 14.10 КОАП. Незаконное использование средств индивидуализации товаров, которое грозит штрафом в 5-10 тысяч рублей. Однако на практике ее применяют только в отношении коммерческих партий товаров. Так что если вы заказали одну футболку, а не 100, скорее всего отделайтесь более мелким штрафом. Но здесь есть нюанс. Если вещь внешне, по фасону или модели, схожа с вещью известного бренда, но не имеет его символики, то ничего противозаконного в ее покупке нет. Несертифицированные на российском рынке гаджеты. В этот пункт попадают всевозможные популярные в Китае новинки, которые еще не продаются в России или даже и не планируются здесь продаваться. Чаще всего покупатели не дожидаются посылок со смартфонами, потому что таможня тут же отправляет их обратно. Так было, например, с автором интернет-обзоров устройств на Android Евгением Яруткиным. В 2014 году он заказал из Германии в Ульяновскую область Motorola Moto G, который еще не сертифицировали на российском рынке. И он так его и не получил. Посылку вернули в Германию, а в отношении молодого человека возбудили административное дело по статье 16.3 КОАП. Тем, кто хочет повторить судьбу Евгения, следует приготовиться заплатить штраф в размере от 1000 до 2500 рублей. Шпионские ручки. Под запрет попадают устройства для негласного получения информации. Собственно, те самые шпионские ручки, а также очки со встроенной видеокамерой, флешки с микрофоном, брелоки с камерой, карандаши с диктофоном и прочие предметы, оснащенные микрофоном, диктофоном, камерой или GPS. Проблемы своему хозяину могут доставить даже умные часы, хиты китайских интернет-магазинов. Если у вас найдут предмет, позволяющий тайно прослушивать или записывать кого-то на видео, в лучшем случае вам грозит 200 тысяч рублей штрафа. В худшем – 4 года колонии. Статья 138.1 УК РФ – незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Набор юного шпиона стоит не так дорого, а вот проблем может доставить массу. Мечи и удочки. Откажитесь от идеи заказывать на Алиэкспресс оружие. Мечи, сабли, лук и даже электрошокер лучше покупать в пределах Российской Федерации. Исключение составляют кухонные или сувенирные ножи, которые не входят в категорию холодного оружия. Основные части оружия и боеприпасы – патроны или стрелы, например, тоже лучше не заказывать. То же самое касается орудий добычи животных ресурсов, электроудочек, рыболовных сетей с диаметром нитей менее 0,5 мм и размерами ячеи менее 100 мм и т.д. Страсть к китайскому оружию может обойти с покупателю в 1000 или 2500 рублей. Так случилось, например, с жителей Тверской области, который заказал другу в подарок полутораметровый меч Катану и попал под все ту же статью 16.3 Коап. Однако последствия могут быть и гораздо серьезнее. Покупая оружие и боеприпасы, вы рискуете получить обвинение по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия» его основных частей боеприпасов. Минимальное наказание здесь – ограничение свободы на 3 года. Максимальное – 4 года колонии со штрафом 80 тысяч рублей. Химикаты, ядовитые и психотропные вещества. С наркотиками, спайсами и курительными смесями все очевидно, нельзя и точка. Но есть такие вещества, которые на первый взгляд не должны числиться в списке запрещенных, но они там есть. И попытка купить их может обернуться уголовным делом. Яркий пример – история молодого ученого Дмитрия Лопатина, который заказал в Китае литр гамма-бутерлактона, который нужен был ему для изготовления опытных образцов, печатаемых солнечных батарей. Но препарат оказался в списке психотропных веществ, так что молодому человеку грозил реальный срок. Чтобы не рисковать свободой, перед заказом препаратов убедитесь, что их нет в списке химикатов, ядовитых и психотропных веществ. Конкретно на Алиэкспресс психотропные вещества найти сложно, но на других, более специализированных сайтах они находятся легко. Фейерверк и лак для ногтей Категория легковоспременяющихся и взрывчатых веществ включает в себя огромное множество товаров. Фейерверки, бенгальские огни, спички, бензин, керосин, лак для ногтей, духи, дезодорант в аэрозольной упаковке, зажигалка и прочее, что можно недорого купить в китайском интернет-магазине, в итоге обойдется вам от 1000 до 2500 рублей штрафа. Наказание будет идти по все той же статье 16.3 КОАП. Красота, конечно, требует жертв, но жертвовать 2500 рублями штрафа за копеечный лак, пожалуй, не стоит. Алкоголь, еда и растения Скоропортящиеся продукты, растения и семена растений, алкогольные и даже безалкогольные напитки, а также сам по себе этиловый спирт и пиво, лучше покупать в обычных магазинах. То же самое касается и сигарет. Такие товары из Китая вам все равно не отдадут и опять-таки выпишут штраф от 1000 до 2500 рублей, по все той же 16.3 КОАП. А вот если вы заказали алкоголь на сумму больше 250 тысяч рублей, здесь уже вступает в силу другая статья. 200.2 УК РФ. Контрабанда алкогольной продукции или табачных изделий. Штраф здесь будет составлять от 300 тысяч до миллиона рублей, в худшем случае покупателю грозит до 5 лет колонии. Также более суровое наказание грозит за заказ продуктов на сумму более 400 тысяч рублей при отсутствии обязательной маркировки, предусмотренной законодательством. Согласно статье 171.1 УК РФ, покупателя в лучшем случае оштрафуют на 400 тысяч рублей, в худшем посадят на 3 года и оштрафуют на 80 тысяч рублей. Отмычки. Продажей отмычек занимаются сотни сайтов, но в базе расправосудия нашлось только одно дело, по которому человек был осужден за продажу отмычек в своем интернет-магазине. По третьей части статьи 138 УК РФ. Сегодня часть 3 статьи 138 заменена на отдельную статью 138.1. Наказание – штраф в размере 20 тысяч рублей. В описанной выше ситуации суд признал отмычки специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации. Это редкий случай, но в Китае их лучше не заказывать. Иностранная валюта и ценные бумаги. Я, конечно, не знаю, где на Алиэкспрессе можно найти иностранную валюту и тем более ценные бумаги, но я так понимаю, что тут разговор совсем не про Али. Да и кто будет покупать иностранную валюту с бумагами и пересылать их по почте? Хотя, если такой запрет есть, значит, случаи были, имейте в виду. Печатные и аудиовизуальные материалы, которые содержат призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, пропаганду нацизма и тому подобную информацию, которая может причинить вред политическим или экономическим интересам Российской Федерации, ее государственной безопасности, здоровью и нравственности граждан. Ну, это и так, думаю, многим понятно. И вообще, я на просторах китайских магазинов не встречал подобных товаров, хотя символику нацистов, уверен, можно найти на Алиэкспрессе. Нормальные люди и так не будут заказывать подобные товары, а те, кто закажет, возможно, будут иметь проблемы с органами правосудия. И вот вам последний товар, который можно заказать на Алиэкспрессе, но лучше не стоит. Это нижнее белье. Исключение можно сделать, только если вы малюсенькая, худюсенькая и миниатюрная барышня с размером одежды XS. Ибо все нижнее белье шьется по лекалам низеньких и сухопарых хитаянок, и даже если вы носите размер S, есть реальный шанс не влезть в пришедший комплект. Кроме того, все нижнее белье шьется, как правило, из синтетических материалов, жуткого полиэстера, газовой ткани, сетки и так далее. Можно найти шелковое или хлопковое, но оно будет стоить на порядок дороже. Сюда же можно отнести и китайские носки. Покупать их не стоит, если вы, конечно, не хотите покрасить себе ими ноги. Лучше всего не покупать ничего запрещенного, ведь вы теперь знаете, какие товары находятся в черном списке. Если же вы сомневаетесь, не верьте продавцам интернет-магазинов. Лучше всего найти товар на оффлайновом магазине и сохранить чек, но не привозить из-за границы. Можно нарваться на проверку багажа и точно так же быть наказанным по уголовной статье. Что касается покупок на Алиэкспресс, то посылку же отслеживают на рентгене и в момент получения появляются сотрудники полиции. Это неприятная ситуация, в которой очень и очень непросто оправдать себя. У вас это получится только в том случае, если вам получится доказать тот факт, что заказ сделан ошибочно. То есть, вы хотели заказать просто брелок, а вам положили брелок со скрытой камерой. Этого факта либо нет в описании товара, либо продавец перепутал и положил вам другой товар. А вот и конкурс. И если вы хотите принять участие в сегодняшнем конкурсе и выиграть 500 рублей на телефон или на вебмане, то вам нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, какой товар вы считаете абсурдным в этой подборке и который, по вашему мнению, нужно разрешить заказывать без проблем с Китая. Спасибо всем за просмотр этого видео. Будьте внимательны в своих покупках на Алиэкспресс и других китайских магазинах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok